Я внимательно слушала дискуссию и хотела бы обратить внимание на вот три вопроса, которые, на мой взгляд, на взгляд оппозиционного блока, сегодня являются одними из самых важных. Первый вопрос, здесь уже говорил мой коллега, это, конечно, тарифы. Вот вы знаете, мы все вернулись сейчас из избирательной кампании и все общались очень много с людьми. И я уверена, что моим коллегам точно так же, как и мне, задавали вопрос. Вот что делать, когда счет, который приходит, платежка за тепло, за газ, за свет, больше, чем размер пенсии? Я уверена, что мои коллеги, так же, как и я, дать ответ на этот вопрос не смогли, потому что его пока что в природе этого ответа просто не существует. Поэтому существование парламента, существование коалиции сегодня – это принятие адекватных и своевременных решений. Что нам нужно сделать? Нам нужно либо пересмотреть тарифы, либо поднять социальные стандарты, либо сегодня упростить процедуру тех же субсидий. Сегодня в стране порядка полутора миллионов человек не получили субсидии. И дай Бог, чтобы их получили до конца года. Мы подготовили четкий законопроект. Мы готовы его передать правительству, готовы передать его парламенту. Что сегодня нужно сделать, чтобы эту процедуру упростить и решить? Поэтому так же мы обратились в суд и сейчас судимся с НКРЕ и надеемся, что отменим постановление НКРЕ, которым были повышены эти тарифы. Потому что сегодня нужно только объединив усилия со всеми политическими силами в парламенте урегулировать и решить эту проблему. Второй вопрос, который я так же считаю абсолютно важным. Сегодня было заявление министра финансов. Оно, к сожалению, осталось пока еще незамеченным. Вот министр финансов обещает нам повысить соцстандарты в 2016 году на 12%. Ну, мы все понимаем, этот год был очень сложный, год очень тяжелый. И каждая украинская семья почувствовала это на себе. И мы понимаем, что стране надо было как-то потерпеть, собраться. И в этом году индексация соцстандартов всего прошла тоже на 13% в среднем. В следующий год мы все все-таки ожидаем, что у нас хватит сил, ума и возможностей объединить усилия и начинать рост экономики. Начиная рост экономики, соответственно, начинать индексировать социальные стандарты. В этом году людей забрали больше, чем дали. То есть в следующем году мы не имеем права уже забирать больше, чем сегодня давать. Поэтому необходимо принять решение о реальной индексации социальных стандартов. Реальная индексация это как минимум 73%. Есть ли на это деньги? Вопрос сложный. Поэтому нас сегодня должен объединить весь парламент, процедура принятия бюджета 2016 года. Как дорожные карты, как страна будет жить в 2016 году. И что люди будут получать. Мы со своей стороны также подготовили экономический план. И мы готовим также делиться с парламентом, с коалицией, с правительством. Потому что мы понимаем, здесь сегодня очень правильно говорили предприниматели. Не будет бизнеса, не будет рабочих мест, не будет налогов. Ну не будет не только у депутатов зарплаты, не будет ни одного бюджетника к тому же зарплаты. То есть этот вопрос мы должны решить. И несколько слов к пакету законопроектов о либерализации. В этот пакет попал такой законопроект, как Трудовой кодекс. Интересная новелла. Его приняли в первом чтении, этот Трудовой кодекс. Я очень надеюсь, что у нас хватит здравого смысла в парламенте. Мудрости депутатов. Чтобы тот Трудовой кодекс, который был принят в первом чтении, значительно доработать. И ко второму чтению этот документ соответствовал реалиям сегодняшней жизни. Потому что в первом чтении принят Трудовой кодекс, который нарушает Конституцию Украины. И можно его называть по любыми сегодня афишами либерализации визового законодательства. Но задача наша стоит, чтобы трудовые права людей все-таки были защищены. Поэтому я хочу сказать одно, что вот если мы найдем в себе силы и мудрости решить вот эти три вопроса, которые я обозначила, то мы как минимум улучшим качество жизни людей. На чуть-чуть, но улучшим. И вот это то, что у нас сегодня должно объединить. Продолжение следует...